21 июня 2023 года. День-то очень такой непростой, для некоторых даже радостный. Для радостной он для Собянина, Сергея Собянина. У него сегодня день рождения, 65 лет, в общем-то юбилей. Напомню, что Сергей Собянин – это военный преступник, который принимал участие в знаменитом заседании Совета безопасности Российской Федерации, где было принято решение о нападении на Украину. Меня уже поправили однажды, что это было решение о признании ЛНР-ДНР, следствием которого явилось нападение Российской Федерации на Украину. Вот военного преступника Собянина, который после войны обязательно будет рассказывать, что он-то как бы в геноциде участия не принимал и бумаг не подписывал, сегодня юбилей, 65 лет. Его поздравили, знаете, как обидно, когда поздравлять приходят всего двое, ну, точнее говоря, четверо. Его поздравил Путин, вручив ему орден, как раз, который я вчера изобрел за заслуги после Отечества, и его поздравили вооруженные силы Украины, которые направили три беспилотника на Москву. Вчера эти, то есть сегодня эти три беспилотника на день рождения к Собянину прилетели, в подарок они везли некоторое количество взрывчатки, вот, дальше уже мы не знаем их дальнейшую судьбу, но зато мы знаем, куда они были направлены, об этом Россия призналась. Направлены они были в Таманскую дивизию, которая находится там где-то в Москве, дислоцируется, вот, или под Москвой, честно говоря, вот я не очень до конца понял, там часть беспилотников долетела им до Москвы, вот до административной территории Москвы, а часть до Подмосковья. Дальше, как говорит Российская армия, они были сбиты, но сбиты и не сбиты мы не знаем, а цель очень хорошая, Таманская дивизия, это хорошая цель, я всегда говорил, что проще уничтожать российские войска по месту их базирования, не ждать, пока они приедут в Украину и приступят к своей основной задаче, к убийству украинцев. Поэтому всякие военные части на территории России, тем более на территории Москвы, военные училища, это идеальные, большие цели, мимо не промахнешься. Осталось только хорошее вооружение. Пока мы бомбим это все нашими беспилотниками, которых не так много, которые только разрабатываться начали во время войны, но у Америки-то есть гораздо более современное в смысле оружие, есть большая надежда, что рано или поздно американцы все-таки разрешат нам использовать свои средства поражения, свои беспилотники, ракеты, дальнего радиуса действия для того, чтобы поражать воинские части именно на территории России, потому что тогда будет проще. Зачем ждать, пока они приедут сюда, если их можно уничтожить там? Вот уничтожили бы таманскую дивизию прямо там, кому от этого было бы хуже? Всем только лучше, я не нахожу ни одного минуса в этом. Или не знаю, военное училище в Москве, какое там бывает, танковое или какое, я не знаю, каким есть военное училище в Москве, военная академия Нинфрунзе. Например, послали туда опять-таки ракет несколько дальнего радиуса действия тамагавки, уничтожили всех офицеров, которые там находятся, все. Не надо больше заботиться об этом. То есть все выигрыши, абсолютно. Россия сэкономит средства на доставке их в Украину, на утилизации последующей. Похороны прямо по месту, так сказать, прохождение службы, никаких вопросов. И нам в Украине не будут разрушены города, которые потом восстанавливаются. То есть всем прибыль реальна. Вот надеюсь, что когда-нибудь не только мне, но и американцам придет в голову такая простая совершенно мысль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok